Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыга 26 сентября убираем морковь на высоких теплых грядках розума. О том, как эти грядки приготовить, есть отдельное видео. Ищите на нашей странице грядка розума. Здесь мы посадили для сравнения два сорта. Справа нанская, слева шантане. Сейчас я вам покажу, что получилось. Вот нанская. Крупная бывает. Но очень много вот такой. Вот. Тут, наверное, больше полкило, около килограмма, но она кривая. Много. Вот такая она, нанская. Видите? Практически вся вот такая вот кривая. Хотя масса очень большая. Вот я пройду по левому краю. Вот. Вы представляете, что творится? Не захочешь ее чистить. Вот это нанская. А теперь я пройду и покажу вам шантане. Она с другой стороны росла. Вот. Здесь картина совершенно другая. вся морковка толстая. Никаких практически нет наростов, ответвлений. Она имеет форму, скорее всего, картошки. Близка к шару. Вот. Такая ровная картошка. Она росла. То есть, морковка, она росла здесь в два ряда. Вот такие бочонки. Вот. Представляете? вот моя ладонь. Хорошую картофлину. И практически вся ровная. Вот она будет у нас храниться. Это шантане ровненькая. Я даже, чтобы запомнить, пою песню «Шантане, ты моя шантане, потому что я с севера, что ли, я люблю ровные формы». Ананская не удалась. Вся кривая. Но всё равно урожай радует. Мы никогда по массе такой урожай не собирали. Так что нужно выбрать правильный сорт. Вот такой шантане. Вот эту картинку я в качестве заставки и поставлю. у нас ещё грядка. Там какая у нас грядка ещё осталась? Сорт какой? Разный. Например? Алёнка. Вот ещё будет Алёнка. Следующий фильм покажем. Так что стройте тёплые высокие грядки розума. Они прослужат вам 10 лет, не меньше, пока все брёвна в середине вот здесь брёвна заложены, не сгниют. Но надо делать с своего оборота. На следующий год здесь будет другая культура. Скорее всего, картошка, да? Что-нибудь придумаем. Желаю всем больших урожаев!